Битву приемников Путина. Темная лошадка должна устраивать три клана Кремля. В преддверии транзита власти уже и единороссы начали пожирать самих себя. Об аппаратных воинах можно судить по повестке крупнейших политических телеграм-каналов, за которыми стоят те или иные влиятельные кланы. Последние пару дней мишенью очередной информационной атаки оказался секретарь Генерального совета Единой России Андрей Турчак. Он хоть и занимает в партии власти одну из ключевых должностей и пытается играть самостоятельную роль, достаточно вспомнить кадровый проект «Политстартап», но его инициативы потерялись на фоне пандемии, карантина, самоизоляции. Атака, пусть и вялая, на Турчака совпала с очередной активизацией его непосредственного партийного шефа, заместителя секретаря совбеза Дмитрия Медведева. И вот что получается. Медведев предлагает единороссам добровольно отчислить деньги в фонд поддержки гражданам, пострадавшим от коронавируса, а Турчак исполнительно контролирует реализацию этой идеи. В общем, информационная атака на одного из лидеров Единой России – это явная примета того, что в недрах партии уже вовсю готовятся к большому транзиту власти, который начнется с выборов в Госдуму в 2021 году. Они-то во многом и предопределят то, как пройдет передача в 2024 году президентских полномочий, на которые наверняка все еще нацелился Медведев. Директор коммуникационного агентства «Эктор» Дмитрий Еловский уверен, что чем ближе к транзиту власти, тем большее количество групп влияния включится в публичную борьбу. Я бы для начала определил, из каких вообще групп преемник может появиться. У нас есть три большие группы элиты. Это условные силовики, куда входят и представители оборонки, и бывшие сотрудники силовых органов, и действующие, и те, кто ориентирован на силовые структуры. Вторая группа – условные либералы. И треть – это бюрократия. Силовики достаточно консервативны в своей политике, выступают за усиление роли государства во всех сферах жизни, совершенно не понимают, как работает экономика, и не понимают ценности частной собственности. Зато очень хорошо понимают идею суверенности государства, идею глобального геополитического превосходства и позиции силы. Либералы – это люди, имеющие западное образование, больше ориентированные на глобальные контакты, на международное сотрудничество, примат частной собственности, развитие экономики и так далее. В бюрократию входит позднесоветская номенклатура и новая технократическая бюрократия. Она привыкла жить на ренту от нефти и газа, но одновременно боится усиления силовиков и рост милитаризма. При этом не понимает частный бизнес, хотя видит в нем источник дополнительной ренты и одновременно политической нестабильности. Вот как раз преемник и должен устраивать эти три большие группы. Например, преемник должен быть где-то силовик, где-то либерал, а где-то бюрократ. По сути, это новый Путин. Напомню, что Путин всегда устраивал эти три группы именно своей компромиссной позиции. Где-то над и где-то между этими полюсами. Но где же сегодня взять второго Путина? Второго Путина даже на горизонте нет, а есть представители элиты, выдвинувшиеся из одной из этих групп. Да, они иногда дрейфуют в сторону другой группы, но это скорее вызывает удивление у всех, чем одобрение. Например, как статья Сергея Чемезова, явного выходца из силовиков с довольным либеральным контекстом. Собственно, основная проблема в том, что любой выдвиженец одной из этих больших групп вызывает неприятие двух других. Бюрократы и либералы боятся силовика, потому что он всех пересажает. Силовики не хотят либерала, потому что он страну продаст, а чиновник разворует. Чиновники не хотят либерала, потому что он даст волю бизнесам и олигархам. Получается тупик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова